Привет! Это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside 5. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 15 сентября, пятница. История первая. Украина уничтожила российский комплекс ПВО С-400 «Триумф» в оккупированном Крыму. Информацию об этом подтвердили в ВСУ. Триумф был уничтожен крылатыми ракетами «Нептун». Пользователи соцсетей выложили видео ночной атаки. А что пошло? А, вон, вон что-то пошло. Ничего себе. Это что, так прилетело, да? Прилетело, конечно. Смотри, дым какой. Твою мать. Это прилетело. Вот это прилетело, мама дорогая. Ой, блин. Это нам прилетело. Нам прилетело. Вон пошла что-то ракета, смотри. Ракета, ага, пошла. Это сигнальная, да. Это десятая? Да, десятая. Это вообще прям рядом. Вот ты ж, это что-то там уже у пацанов. Да, это пацанулась уже там. Да. Безглад. Безглад. Что-то я же не видел. Да, вон, смотри, четвертый сзади. Вон он в зале, ну, прилетело. Позже отдыхающие в Евпатории поделились своими впечатлениями от увиденного. 5.30 утра началось, было 14 взрывов было. Одна вспышка на дна не была. Все, что слышали. У нас выходят окна вот на море, получается. Это все, что могу сказать. Просто, когда первый взрыв, мы слышали, вот 5.30, как бы начала считать. И где-то до 5.46 еще взрывали. Около шестых часов. Как ранее писал инсайдер, такое оружие ВСУ использовали для удара по российской системе ПВО С-400 на мысе Тарханкут. Стоимость такого комплекса оценивается в 1 миллиард 200 миллионов долларов. Противокорабельную ракету «Нептун» разработало киевское конструкторское бюро «Луч». С помощью таких снарядов украинские военные уничтожили флагманский крейсер Черноморского флота «Москва». История вторая. США расширили антироссийские санкции. В черный список попали президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бакарев, основатели русской медной компании Игорь Алтушкин, почти все основные российские автопроизводители, среди которых «АвтоВАЗ», «Москвич» и «Солерс». Санкции ввели против иностранных юрлиц. В списке оказались финские «Луминор» и «Сайберика», а также ряд турецких компаний. По версии Минюста США, они экспортировали электронику, а также поставляли в Россию товары двойного назначения. Всего в санкционный список внесли около 100 юрлиц, связанных с российским ВПК, также в перечне 70 физических лиц, которые поддерживают Кремль и получают выгоду от войны в Украине. История третья. Новой волны мобилизации в России не будет, утверждают в Госдуме. Замглавы оборонного комитета Нижней палаты Юрий Швыткин говорит, что потребности армии в ходе боевых действий в Украине полностью закроют контрактники. Ранее президент Путин, комментируя возможность второй волны мобилизации, заявил, что за последние полгода в армию добровольно записались около 300 тысяч человек. Депутат Швыткин ровно год назад утверждал, что никакой мобилизации в России не будет, а уже через неделю, 21 сентября 2022 года, Путин объявил частичную мобилизацию. Швыткин еще известен тем, что в январе угрожал нанести ядерный удар по Великобритании. Мы понимаем то, что сегодня стратегическое вооружение Российской Федерации на 10-15 лет вперед вышло, чем в страны НАТО. Продевали, проспали НАТО. О начале подготовки к очередной волне мобилизации ранее сообщил телеграм-канал ВЧК ОГПУ. На первом этапе якобы планируется призвать около 170 тысяч человек. История четвертая. Киллера номер один России Аслана Гагиева приговорили к пожизненному заключению. Суд в Ростове-на-Дону признал Гагиева по прозвищу Джако виновным в организации преступного сообщества, создании вооруженной банды, убийстве двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия. Аслана Гагиева считают лидером одной из самых опасных преступных группировок. Банда начала действовать в начале 2000-х годов. Киллеры работали в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. Жертвами преступников стали владелец соцбизнес-банка и банка кредит-траст Александр Слесарев, хозяин банка национальный капитал Дмитрий Плытник и председатель правления банка Кутузовский Олег Новосельский. Гагиева задержали в Австрии 8 лет назад. Три года спустя его выдали России. История пятая. На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧАЭС из-за наплыва мигрантов. За последние сутки туда прибыли около 7 тысяч человек. Число беженцев превысило население острова. Власти говорят, что Лампедуза всегда встречала мигрантов с распростертыми объятиями. Но сейчас ей нужна помощь. Лампедуза – самая южная точка Италии и первое место, куда приплывают лодки с мигрантами из Северной Африки. Для беженцев работает приемный центр, но он вмещает не более полутысячи человек. Остальные вынуждены спать снаружи. С начала года на Аппенино морским путем прибыли более 120 тысяч мигрантов. В Италии объявлено чрезвычайное положение, чтобы справиться с потоком нелегалов. И это все на сегодня. Это был подкаст «Инсайд Файв». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...